Всем привет! Вы на канале всего понемногу из Германии. Девчонки, это не закупка, это не поход в магазин. Сегодня понедельник, я отвечаю на вопросы, которые на выходной вы меня закидали. Сегодня мы с вами разберемся. Договорим за средства от облысения, там пару этих вопросов было. И вопрос был, чем перекусить? Голод. Не дотянула до обеда, не дотянула до ужина, попила воду и хочу кушать. Вчера был в комментариях такой вопрос. Но был выходной, отвечать было некогда. Сегодня мы с вами разберемся. Но подчеркиваю гостям, зашедшим на канал, это лично мой опыт. Я никому ничего не навязываю. Я делюсь своим. Я не могу жить на голоде. Я не могу жить без еды. И вот я выбрала свой путь. Каким путем вы пойдете? Интервальным голоданием, кето, правила тарелки. Это нет разницы. Правила везде одни. Вы должны порцию соблюдать, как ни крутите. Нигде вы не найдете. Ешьте ведро, запейте еще газировкой, сверху шлифоните еще чем-нибудь, ляжете на диван, включите турецкий сериал, и будет вам счастье. Нет такого. Так вот, девчонки с меня смеются про принца на белом коне. Вот опять повторяю, десятое видео. Принц на белом коне, возможно, подскочит. Но проснуться похудевшей не получится. Ну вот так бывает в жизни. За все вкусное и приятное надо платить, а вы как хотели. Так, еще видео будет, я вам обещала, два волшебных слова, которые я говорю каждый раз, когда я сажусь кушать. Еще в комментариях был вопрос. Живу в деревне, доход небольшой. Как быть? Как подобрать продукты? С чего начать? Похудение? Двигаюсь немного, но вроде как и ем два раза тоже немного. Отвечу вам в видео. Вопрос очень интересный. В видео будет ответ на этот вопрос. Сегодня вот у нас такая тема. Понедельник, разбор полетов. Смотрим видео. Ой, прохожу всегда в этом месте, останавливаюсь. Посмотрите, как красиво цветет дерево. Оно здесь не очень удобно. Вот так идешь по улице и бац, вход в частный дворик. Но красиво, да? Красотень. Я всегда забываю, как называется это дерево. Сейчас Ляля из Одессы мне напишет очередной раз, как она называется. Воскресенье, тишина, мало машин. Одни птички работают только. Мы сегодня с ночкой едем в церковь. Будем погуляем. Погода шикарная. Если будет возможно, где-то что-то снимем. Если нет, просто будем гулять и наслаждаться тишиной, погодой, общением. В Диссельдорфе небольшая православная церковь. Ну, правда, два этажа, но помещение очень маленькое. И снимать уж тем более в церкви как бы не очень, да? И вот во внутреннем дворике стоит такая палатка. И можно здесь постоять через окно. А окна открыты. Слышно службу. Ну, вот видите, только вам показало, какое было утро воскресенья, да? Боже, более сказочно. И вот вам понедельник. Но я хочу до вас донести одно. Вот сегодня мрачно идет дождь. Но я желаю вам и прошу вас, чтобы у вас внутри, в голове, в душе горело солнце. Только тогда снижение веса и все приходящие и уходящие проблемы. Что такое проблемы? Это приходящие и уходящие такие вопросы, которые решаются и которые надо тут же выкидывать из головы. Как молодежь говорит? Не загоняйтесь. Идем дальше. Не надо бояться понедельника. Не надо ничего бояться. Ну, 8 марта же было. Посмотрите, цветочки. Такой вот у меня яркий пестрый уголок. Роза это так повседневно строго. Но тюльпасы это что-то. Были такие незрачненькие, такие открылись красавцы. Яркие, пестрые. Это весна. Но у меня вот каждый день меня радует вот эта стенка. Вот эти цветочки мои. Может кому-то покажется это старомодно или прошлый век. Вот абсолютно легко к этому отношусь. Раз в три, раз в пять лет меняю и балдею от этого фона. Ну, у меня вот здесь стол стоял. Поэтому здесь у меня, да, в видео вы видели, студия была. Теперь у меня вот стол, вот я как на Новый год переставила. Вот здесь стоит он. Теперь студия переместилась. Вот видите, всего понемногу и вам тут полжизни уже рассказала. Ответы на вопросы. Специально показываю крупным планом, чтобы те, кому интересно, кому это нужно, средство, которое было в последнем видео, очень много вопросов. Конечно, некоторые девчонки меня просто на лопатки завалили, когда начали писать. А у вас что это, парик? А вы в парике? А что говорите, лысая? А вы откуда такой волос? Это парик. Я была просто в шоке. Девчонки, ну кому не интересно? Вы на перемотки не смотрите. Вы идите дальше. Кому интересно, ну ролик у меня идет 10 минут. Больше это очень-очень редко. Но как человек рассказывает, что лечит волос, что дал отдохнуть, что не буду ничего делать с волосом, сейчас хожу к парике, палочка-выручалочка. Откуда эти вопросы, я понятия не имею. Купила цветочки, ну такой вот небольшой букет тюльпанчиков. Еду к парикмахеру. Сейчас буду наводить красоту. На обратном пути вам сниму свою прическу. Ну вот, пожалуйста, смотрите. Новая прическа у меня. Такая вот. Видите, как хорошо. В описании под видео, в комментариях всегда вам дополняю что-то. То, что не успела сказать, то, что забыла сказать, то, что важно и хочу, чтобы вы это перечитали. И там есть название. Я так считаю, что это все-таки лекарство, да? Это не косметическое средство. Ну вопрос, будет ли это постоянно? И сколько лет вы пользуетесь этим средством? И выпадает ли потом? Да, девчонки, к сожалению, я так думаю. Я уже вот это, наверное, четвертый сезон или третий. Не важно. Ну да, раз в год надо обновлять, подсвежать, подкреплять что ли. Я даже не знаю, какое слово придумать. Все-таки раз в год это надо делать. Потому что волосы опять начинают сыпаться. Но я рада, что все-таки раз в год я два месяца отдаю этому всему трэшу. И все. Потому что, понимаете, вот начинают писать про масло, про все. Я с вами полностью согласна. Но за столько лет мне уже надоело это. Это масло. Ты его намажь, ты его попробуй потом смой. Мед, это все липнет. Это все, это раз-два, если вы делаете в месяц. А если я делаю это через день или, допустим, два раза в неделю, это просто до психоза доходит. А тут средства каждый день. Бжик этот, пипетка этой, провел по волосам и все. Но вы же сейчас машинкой автомат стиральной пользуетесь. Вы же не берете доску стиральную и не стираете. Значит, как бы мы должны тоже в ногу со временем идти. Так, идем дальше. Чего началось видео? Тема перекус. Для гостей, зашедших на канал, я никому ничего не навязываю. Я не говорю, что это правильно. Я делюсь тем, что я прошла, чем я питаюсь. В одно видео я не могу заложить все. Многие увидели борщ и началась паника. Ну да, если кушать борщ с картошкой и с салом копченым, вы вообще там в своем уме? Я вполне в своем уме. Но вы понимаете, что день должен быть сбалансированный. Вы не знаете, что в этот день было у меня на завтрак. Но вы увидели борщ. А на ужин у меня не было углевода совсем. У меня был белок, клетчатка, салат с капелькой масла. Все, вам ответ на вопрос. В общей сложности за день я не превысила ни углеводы, ни калории, ничего. Так что не надо выводы делать по полфильма. Я фильмы делаю 10 минут. Если у вас есть терпение, вы смотрите. Предыдущие посмотрите. Я всегда любого блогера, чтобы понять суть, 2-3 видео смотрю. И начинаю всегда с первого. Вообще, человек про что снимает? Я снимаю всего понемногу. Тема для меня снижения веса. Вот надо было мне начинать в 2015 году со 140 кг снимать вам каждый день. И тогда получился бы эффект другой. Было вчера воскресенье. Я вам почти не отвечала на вопросы про питание. Был интересный вопрос. Я попила теплую воду, но хочу кушать. Чем вы перекусываете? И что делать в таких случаях? Девчонки, я такой же человек. Вот нападает, когда я вам сало показывала. А вот напало на меня, я захотела это. И я держусь такого принципа. Это не каждый день. Если это часто происходит, пересмотрите питание. Значит, вам не хватает калорий. Вы должны посчитать. Допустим, 1200, если ты сидишь на попе ровно, это одно. Если ты движешься весь день и физически работаешь, у вас не хватает энергии внутренней, и у вас не хватает ваших калорий на всё, и у вас начинается голод. Вот, это правильно. Значит, вы должны питание пересмотреть. У меня перекус. Значит, я где-то уже в видео говорила. Айсберг салат меня выручает. Вот смотрите, этот немного плотный такой, да. А вообще я беру такой вот он, ну, пушистые листья. Два-три листа снимаю. Получается вот такой лист большой, да. Это я уже вот в небольшой ролл вам свернула. Плотный сильно, поэтому лист порвался. У вас всегда в холодильнике. У меня это бедро отварное или грудка отварная. Мелко нарезали. Если это яйцо, то на тёрке натираю. Йогурт 3,5%. Можете в это яйцо добавить ложку столовую творога. Хорошего, жирного. Всё, вы разтерли по листу, закрутили. И мелкими-мелкими кусочками начинайте откусывать. Вот я на завтрак себе. Я просто вот боковушку срезала и в прикуску к каше грызла. Сочность даёт, сытость даёт. И объём желудки вообще красота. Для меня айсберг салат это спасение. Кто-то говорит, я могу яблоком перекусить. Это вообще выше крыши. У меня вот грушка невзрачная такая, но очень сочная, вкусная. Девчонки, ну для меня это не перекус. Ну честно вам говорю. Поэтому вот я лучше перчик болгарский, сердцевину вытаскиваю и прям вот ломаю его и хрумкаю. Ещё один вариант. Вы из этих вариантов подберите себе. Кабачок и огурец. И тру на тёрке, добавляю туда резанный помидор. Пол чайной ложки масла, вашего любимого у меня пахучее. Но всё через весы, через весы, девчонки. 150 я про себя. Я больше не делаю порцию. Потому что, ну извините, это уже полноценное питание у кого-то. А у вас только перекус. Что делают эти банки здесь у нас? Фасоль, шампиньоны резанные. Это у нас сельдерей тёртый, консервированный. Низ тоже фасоль и шампиньончики. Что можно сделать? Фасоль никогда не отвариваю. Это расход электричества ненужный. Времени замачивать, варить беру только консервированный. Вот этот слева в томатном соусе фасоль. По центру просто фасоль. Шампиньоны резанные. И здесь у нас сельдерей в маринаде. Взяли ложку фасоли, ложку грибов, ложку столовую сельдерея. В сочетании, в которое вам хочется. Можете горох взять, можете стручковую фасоль взять. Всё это есть в банках. Очень я люблю нут. Нут для меня, это вообще номер один. Горох, у меня немножко не дружит кишечник с горохом. А нут вообще, ребята, во-первых, вкуснятина такая, тоже консервированный беру. Если вас это спасёт, 30 грамм можно взять орешков. Можно взять семечек, горсть. Ну вот смотрите, а в начале видео я вам говорила, живу в деревне, денег не очень. Это я вам так вкратце бегла в этот комментарий. С чего начать? Питаюсь два раза, ем вроде бы немного, но поправляюсь. Двигаюсь тоже немного, потому что добавляют суставы. И девчонки там и про кето написали, про интервальное голодание написали. Молодцы. Спасибо огромное, кто сразу подхватывает и пишет свои какие-то советы, потому как, я подчёркиваю, я же не навязываю вам своё. Вы должны своё выбрать. Свой путь. Но зарядка внутри должна быть у всех, как я вот с чего начала. Должно быть хорошее настроение и солнце в голове. Вот разбираем. Живу в деревне, доход маленький. Но у вас же есть мясо? Вот что из мясного? Окорочка. Я вам всегда говорю, не ищите отговорку. Откройте морозилку. Всегда что-то там найдётся. Кусок печени, кусок окорочка, рыба, либо овощи, что-то там. Вот с этого и начинайте. Но совет я хочу дать другой. Начните с того, что дня 4-5 попишите всё, что упало вам сегодня в желудок. Всё равно, что вы сегодня перекусывали, что вы сладкое какое. Всё в тетрадь. Поверьте мне, вот это наше «я ничего не ем». Если подписать неделю, то получается тетрадь 98 листов. Это мы ничего не едим. И быстро сделали анализ. Во сколько вы съели это? Зачем вы это съели? Вы сильно хотели это? Или так себе? На автопилоте закинули под телевизор стакан семечек. 500 калорий вот так вот щёлк и закинули. Потому что семечки, да, там есть польза. Ну, ребята, извините, там 500 калорий в стакане семечек. Зачем вы их сгрызли? Вам скучно было кино смотреть? Так одевайте кеды и идите на улицу, чтобы не скучать. Вот вам ответ на... С чего начать? Начните с тетрадей. Попишите, что вы, чем вы питаетесь. Пойдите к врачу. Особенно те, кто уже 85 есть у вас на весах. Идите к эндокринологу. Сдайте кровь. Посмотрите, что у вас с кровью. Совет врача. Сахар есть, сахара нет. Что с щитовидкой. И всё, поехали дальше. Порцию уменьшили. Соусы, майонезы, томатные, кетчупы эти всё убрали. У вас, друг, вот полтора процента йогурт. Творог. Ваш друг клетчатка, грудка, рыба и сыр. Пусть это будет сыр. Но снижайте. Не 45 берите и больше процентов жира. Возьмите облегчённый. Сейчас всё есть в магазине. Творог, сейчас скажут хейтеры поднимутся. 40 процентов, тётка сошла с ума. Но я же поясняю сразу. Это я беру. Я могу намазать на вот этот лист. Я могу ложку кинуть в салат. Вот мне так нравится. Понимаете? Ложку в салат кидаю и сверху кидаю полтора процента йогурт. Понимаете? Это вместо майонеза. В йогурт горчицу. В йогурт можно натереть огурец. Огурец солёный. Либо огурец свежий. И у вас будет соус какой вкусный. Вот с чего надо начинать. Движение. Я не отстаю от вас. И не перестаю вам повторять. Движение хоть ползком. Но надо. Болят суставы? Идите, берите лечебную физкультуру. Там вас научат. Какие упражнения при вашем заболевании вам возможны. Было видео, когда женщине сделали операцию по замену суставов тазобедренных. У меня есть такое видео. И на следующий день её подняли, заставили идти. Ну как заставили? Инструкторы подходят. И рекомендовано. Поднимайтесь, идём. А на второй день она на костылях спускалась по лестнице. Операция не вот там космическая. Но ей заменили сустав. То есть физкультурой и тренировкой мышц это тоже лечение. Значит вот эту боль найдите. Боль при таком-то заболевании. Физкультура. И вам обязательно будет ответ на вопрос. Какие упражнения надо делать, чтобы болевой синдром ушёл. Чтобы мышца начала работать. Чтобы возможно это надо перетерпеть. Или там 2-3 дня дать покой. У меня болел голеностопный сустав. А я себе сказала. Ну нет, милая. Ты так останешься в инвалидном кресле. Надо ходить. Я мучила. Ну а у нас же так ещё просто не попадёшь к врачу. Я себя мучила. Мучила. В итоге, когда я попала к врачу. У него же очки подпрыгнули. Когда я сказала, что я клин выбиваю клином. Он говорит. Вы каком клине? Говорит. Вам покой суставу нужен. И он мне дал бандаж. И я затянула ногу. И наверное неделю я чуть с ума не сошла. Мне надо было её в покое держать. Но сустав тут же перестал болеть. То есть всё делается только вот именно индивидуально. Я же не знаю, что с вашим суставом. Возможно, вам ещё три года назад операцию надо было делать. И там катастрофа просто внутри. Поэтому надо обращать. От чего боль, зачем, почему. Вы знаете свой диагноз. И всё через интернет. Сейчас в Ютубе не только вкусные тортики, и пироженки, и паштетики. И полезного сколько. Так что ищите именно вот свою боль, какая у вас где. И найдёте ответы на вопросы. Значит, с перекусом разобрались, с едой разобрались. Что ещё хочу добавить. Где-то в видео было два волшебных слова. То есть, на чём показать вам. Не важно, что сейчас на тарелке. Это у меня осталось от завтрака. Это суть совершенно в другом. Вот вы поставили на весы, заминусовали тарелку. Допустим, вот ваша порция. Берёте эту тарелку. И без сожаления, с твёрдой, с твёрдой такой внутри энергии, смотрите и думаете. Говорите вслух вы. Или как это будет происходить. Кому смешно, тот пусть идёт на другой канал. Такая большая порция. Я столько не съем. Ну, если не съем, то оставлю. Не надо изначально, когда вы слышите от блогеров, что порция должна быть 230 грамм и 100 грамм салата, допустим, не надо сразу себе давать установку, что это будет для вас мало. Или вы взяли с весов и с кислым таким видом думаете. Вот ложкой маленькой я ем. Вот такой вот для капучино. И вы уже внутренне погасили уже всё на свете. И что, я этим наемся? Ребята, нет. Я повторяю. Взяли порцию с весов, пошли за стол. Порция такая большая, я столько не съем. Ну, не съем, оставлю. Всё, вы начали кушать медленно-медленно. Медленно вот по пол-ложки, рассасывая, разжевывая, в тишине, без телефона. Вы начали приём пищи. Медленно-медленно, 20 минут. И то, многие говорят, что это быстро. 20 минут у меня завтрак, не меньше. Каждый кусочек рассосать, разжевать и проглотить. И вот тогда только приходит сытость. И второе слово. Вот вы ели-еле, вы позавтракали, вы справились. И вот где-то со столовую ложку я обязательно оставляю. Обязательно оставляю. То есть, вы же, порция была большая, а мозг-то уже это понял, что порция большая. И я это не съем. И вы не представляете, как это работает. Неделю, две, три. Делайте это, даже если у вас ещё внутри чувство голода есть. А оно будет, оно никуда не пропадёт. Нет волшебства. Вы положили, здесь оставили и идёте на кухню. Вы пришли на кухню, тарелку поставили с этими остатками. Всё. Ещё есть добавка. А вы разворачиваетесь. И всё, и всё. И вы пошли, пошли. И вы ушли. Вы ушли из кухни, а кушать ещё хочется. Это чувство такое, ты не поймёшь, ел или не ел. Это такое, а может ещё сейчас ложку кинуть, а в обед немножко меньше порцию сделать. Ребята, как это знакомо. Это никто не узнал сейчас себя. Нет. Вы уходите из кухни. Даже посуду сразу не мойте, чтобы ложку лишнюю не прихватить. То есть быстро чем-то займитесь. Поверьте, что это для этого надо... Ну да, сказок не бывает где-то месяц. Всё. Вы поняли ключевые слова? Блин, порция-то большая. И я столько не съем. Ну, не съем, оставлю. Это не сказки. Это реально, ребята, работает. Вот как я вас учила, мелкими кусочками режьте. Всё режьте мелко и рассасывайте. И сытость, и усталость, и мышцы болят на лице, и где-то недокушали, где-то бросили, где-то долго ели. И вы понимаете, что это уже новое для вас. Сытость приходит. Вот я про что вам говорю. И через месяц это чувство пройдёт у вас внутри, как будто вы недоели. Вы просто начинаете понимать, что ну не в еде-то счастье, а на весах-то уже минус два. Вот где счастье. А почему я не могу так жить? Да запросто. Ну я же наелась. Ну всё, и это будет моя жизнь, и это будет долго. И это не на месяц, и это не на два. И всё, вы начали себя бодрить внутри. Не надо себя загонять тем, что вы хуже всех, что Света имеет или Юля фигуру, а вы вообще такое чмо ничтожное. Нет. Ну хотя, кстати, я себе так делаю. Я себя не с Юлей и Светой сравниваю. Я просто себя разношу, что ты предатель. Ты продалась за пирожок вечером. Он тебе нужен был, этот пирожок? Ну вот ты мне, это я себе говорю, вот ты мне скажи, вот чем ты кайфанул от этого пирожка? Ты же шла, у тебя же минус столько. И всё. Понимаете, я себя до такой степени чморю, что я завтра уже этот пирожок просто не хочу, потому что я знаю, что я сама от себя получу. Ну вот, ребята, я вам честно рассказываю. Хотите смейтесь, хотите говорите, что это про меня. А это на самом деле так. Но если вы будете себе внушать, что порция большая, и вставать полуголодными, и уходить, бросать эту чашку, и бежать, как будто вы куда-то вам надо, вы сами себя должны обманывать. Идёт это в систему. Ну бац, срыв. Ну мы же все люди. Ну сорвались вы на ужин. Раз в месяц, раз в три месяца. Вы что, ведро съели? Ну что-то лишнее. Оставьте это. Но завтра вставайте на нормальные рельсы. Вот я к чему вас подвожу. Вы были наказаны всего понемногу из Германии. Кому понравилось, подписывайтесь, жмите обязательно на колокольчик. Ставьте лайки, девчонки. Движется канал. Помогаем супертяжеловесам. И люблю вас по-человечию. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok